Ну что, ребят, всем привет! Мальчики, девочки, меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт, и сегодня секреты Скайрима. Данный секрет мне поведал Михаил Цаар, и огромное, огромное тебе спасибо. Спасибо. Ребят, секрет заключается в том, что у вас просто-напросто никогда не будет кончаться мана. Да, мана, ребят! Я сколько играю, постоянно нахожу что-то новое, постоянно узнаю что-то новое. Я не знаю, игра в Скайрим, это просто сверх шедевральности, что столько лет, 2011 года, и до сих пор в 17-м в него играют, и находят что-то новое, что-то невероятное, что-то... И мне просто нет слов. Я просто обалдеваю. Ну что, ребят, для этого секрета что нам нужно? Ну, маска не обязательно. Нам нужен сет Мирака. Да, чтобы сет Мирака получить, вы должны убить самого Мирака. Это дополнение. Драгонборн, самое последнее эпичное дополнение. Вы его должны пройти и получить этот сет. Следующая вещь, которая вам нужна, это камень. Один из самых-самых уникальных, ценных, самых крутых. Особенно если вы играете на сложности ЛЕГЕНДА, так я в своем прохождении, и как грустно, что я узнал о нем так поздно. И я так поздно знал, что просто... Этот камень нужно просто... Начинаешь играть, и сразу, сразу бежишь его использовать. Камень Атронаха, ребят. Легендарный камень Атронаха. Господи, это лучший камень. Лучший, лучший. Я уже взял этот знак. И что же он добавляет? Знак Атронаха. 50 дополнительных единиц магии. 50% поглощения заклинаний, ребят. Поглощений. Давайте не будем путать. Это не сопротивление, это поглощение. То есть, магия в нас летает, поглощается. То, что поглотилось, кстати, превращается в манну. И... Все, мы получаем на 50% меньше урона. Но... А дело в том, что если вы носите сет Мирака... Сейчас вам покажу. Магия, 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 магия. Ой, что-то не то. Одежда. Вот, то, что на мне. Ой, тоже не то колечко. Сет просто-напросто поглощает еще 15% магии. Из заклинаний и дыхания дракона. Даже еще дыхания дракона. Шанс вызвать щупальца, но это нам не надо. То есть, тут еще 15%. Плюс еще перчатки 5%. И сапоги 5%. То есть, еще 25%. То есть, получается 75%. Ну, да, если вы еще прокачаете знак от ранах, по-моему. Там еще. Еще дополнительно, но я себе его, по-моему, не качал. Он тут, в принципе, особо не нужен. Ребят, что более эффективно для этого? То есть, разрушение, конечно же, я прокачал себе на соточку. И поставил огонь, жаркое пламя. Ну, и плюс, чтоб уменьшенный монокост. Ну, честно говоря, это, это уже, знаете, это не обязательно. Также у нас колдовство на соточке. Тоже, тоже, тоже максимальный эффект. Ну, как говорится, это не для начинающего мага. Не для начинающего. Это просто такой эффект, который открывает какие-то новые горизонты. Черт подери, я о нем не знал. Но, благодаря Михаилу Саару, он постоянно мне рассказывает что-то новое и уникальное. То есть, ребят, в чем заключается фишка? Вы берете магию. Одна из магий, это колдовство. Вызов лорда Дримору. Но, дело в том, что, понимаете, какой минус? Вы поглощаете практически всю магию. И у вас очень, очень маленький. Но, если будет, конечно, 100%, вы вообще никогда не сосладите Дримору. Но, у меня есть шанс небольшой. Там, по-моему, 25%, да? Все-таки он у меня еще вызывается. И обратите внимание, уже, уже мана восстанавливается. Вот, 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 мы его вызвали. Он будет нам помогать. О! Если у вас прокачан перк... Я еще, кстати, знаете, какой перк прокачал колдовство? Вот, есть призыватель. Вы можете призывать Атронахова или поднимать Нежик в трое большем расстоянии. Это я рекомендую прокачать. Потому что, как видите, если... Вот так вот, я просто не смогу ее использовать. А так, получается, я на огромное расстояние могу просто призывать. И то есть, эффект будет работать. Ну, как-то, отлично работает. И во второй руке, как говорится, у меня магия разрушения. Самое мощное это испепеление. В своем прохождении на легендарной сложности я, конечно, поздно узнал о ней. Я очень долго бегал с простым шаром. Но, тем не менее, было, конечно, пот. Но это было круто. И, как говорится, у меня тоже она прокачана. Разрушение. И с минимальным. То есть, я максимальную эту перку прокачал. Чтобы вам показать. И, во время того, когда вы кастуете одновременно. Одновременненько. Ну, самое главное, чтобы, как видите, прицелик призывателя был активен. То есть, вы ее кастуете. А мана. А мана не заканчивается. То есть, вам не нужно создавать сеты. Вам не нужно что-то еще делать. У вас просто-напросто. Просто-напросто. Бесконечная мана. Она восстанавливается и восстанавливается. Восстанавливается и восстанавливается. Ааа. Это что-то с чем-то. Ну, конечно, защиты у вас нет. Но, если против вас маг, то... Он просто стреляет. Ну, тебе пофиг. Тебе просто-напросто. Пофиг. Ты гасишь от него с купюлением. Ну, конечно, из недостатков, это то, что... Призыватель не так часто. Ну, этот знак можно менять. Если у вас, например, есть корона. Что очень полезно, когда вы так используете навыки. Вот. Этеревая корона, которая позволяет носить два знака. То есть, вы можете взять два камня. И одновременно ее снимать. То есть, вы используете эту магию. То есть, не призывает. Вы снимаете корону. Знак Атронаха пропадает. Вы быстренько призвали, кого вам нужно. И опять ее одели. И все, вы в шоколаде. То есть, вас защищают. И плюс еще, что, господи, можно прокачать в колдовстве. В колдовстве перка, по-моему, где можно вызвать сразу двух. Вот. Двух Атронахов. То есть, это вообще... Это вообще... Два парня огромных вас защищают. И вы бегаете. Всех разваливаете. На изи. Ну, будьте, будьте, как говорится, внимательны. Потому что против физ. урона... Хм-хм-хм. Сопротивление не ахти. Бедненький. Бедненький, бедненький. Также, также с таким можно еще, не знаю, попариться. То есть, мы... Мы поняли способ, как... Бесконечно. Бесконечно восстанавливать себе магию. А это значит что? А это значит то, что у нас открываются просто колоссальные возможности. Огромные возможности. Ну, возьмем, например, перк с названием... Прикрушение шагов. Которую тоже считаю немножечко имбовой. И начинаете просто это все использовать. И у нас иллюзия качается. Качается с невероятной скоростью. Обычно я иллюзию так и качал. Постоянно, знаете, бежишь и кастуешь. Бесконечно можно кастовать. Это проглушение шагов. Ну, черт подери. Можно просто стоять. Качать. 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 Соответственно, можно так же быстро прокачивать. Если вот, например, у нас трупик, да? Ой, лисичка бедненькая. Где наш трупик? Тигра. Ну, ладно, давайте на лисичке. И можно взять, например, магию разрушения. И взять, взять, что же мы возьмем. Давайте-ка возьмем... Колдовство. Нет, 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 нет. Высылка доедра. Грозовой трейл. Вот, захват душ. Отлично. Отлично, отлично. И поставлю я, наверное, захват душ. На какую? Ну, давайте на шестерочку. То есть, мы берем первый скилл, который Дримору призывает. И шестерочку. Вот. И получается, что... Только для начала давайте еще колдовство сбросим. Чтобы посмотреть, какой же эффект будет. То есть, мы его сбрасываем. У нас колдовство 15. И давайте попробуем. О, черт. Колдовство 16. О, колдовство 17. И, как говорится, так до бесконечности. Ну, как видите, восстанавливается постепенно, но не все. Но очень, очень, очень мощно. Чуть-чуть покачали. Прокачали колдовство. Ну, чтоб меньше уже монакос был. Тут у нас сколько нужно? 25. Так. Это, это, это. Вообще, вообще. Изи-бризи. Можно немножечко подождать. И... Ах, я же вампир. Ха-ха-ха. Черт подери. Я же вампир. Ах, блин. Это обалденный, обалденный секрет. И можно такие фишки мочить с ним. Не знаю, открываются такие горизонты. И если вы придумали что-то уникальное и прикольное, то пишите в комментарии. Я с удовольствием послушаю вас и ваши теории, как можно прокачаться. Да, это как бы такой вот, знаете, способ, что можно пойти другим путем. Можно качаться и по-другому. Можно и по-другому все это быстро прокачать. Ну, черт подери. Черт подери. Я этого не знал. И это... Это шедеврально, я считаю. Скайрим такая игра. И я постоянно нахожу что-то новое. И с вами стараюсь делиться. Вот. Михаил Сар, огромное тебе спасибо. Кстати, ребята, подождите. У него видео есть, где он просто карстага. Чистой магией. Без алхимии. Завалил. Я вам рекомендую сейчас его посмотреть. Вот оно. Вот оно. Посмотрите, заходите обязательно. Я вообще. Это просто спец. Ладненько, друзья. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И у меня есть отдельный, отдельненький плейлист по секретам. Скайрима. Заходите. И я сто процентов уверен, что ты там найдешь что-то уникальное для себя. Все, ребят. Это был канал Мистер Кэт. Меня зовут Сагиров Иван. Всем добра. И пока.